Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию красавца-актера Алексея Онищенко, роли «Два развода» и «Кто жена?». Его считают лавеласом, а он женат и воспитывает сына с интересным и необычным именем. Давайте узнаем, как живет талантливый российский актер Алексей Онищенко, который многим зрителям знаком по таким фильмам, как «Крестный сын», «Жизнь, которой не было», «Берега моей мечты», «Жизнь, которой не было» и многие другие. Как начинался его творческий путь, в каких еще фильмах и сериалах можно увидеть Алексея и как складывалась личная жизнь у этого актера. Родился будущий артист 1 июля 1984 года в Дядьково, Брянской области. В семье Алексея не было актеров. Мама работала врачом, а папа работал по профессии инженером. Известно, что в 90-е годы папа Алексея пытался построить свой бизнес, но у него ничего не вышло. Потом родители разошлись, а с отцом Алексей всегда общался. В юношеские годы Алексей активно занимался спортом, вольной борьбой, постоянно выступал на соревнованиях за сборную области. После окончания школы ему удалось поступить в три высших учебных заведения. Его выбор пал на Орловский институт культуры. Проучившись там всего полгода, он понял, что совершил ошибку. В итоге Алексей оставил учебу и переехал в Москву. В столице он смог стать студентом знаменитого ВТУ имени Щепкина. Обучался будущий актер на курсе Афонина. Известно, что в начале 2000-х годов Алексей принимал участие в нескольких театральных постановках. И в 2006 году стал лауреатом премии «Золотой лист». Но связывать свою жизнь с театральной сценой он не стал, так как понял, что играть в спектаклях – это не для него. В основном он посещает театр как зритель. Дебют в кино состоялся в 2004 году. Впервые его можно было увидеть в криминальном сериале «Крестный отец», где он сыграл главную роль. Настоящая популярность, узнаваемость и любовь зрителей к актеру пришла в 2008 году, когда ему доверили главные роли сразу в трех картинах – «Жизнь, которой не было», «Любовь.ру» и «Жестокий бизнес». Через год Алексей принял участие в съемках криминального детектива «Еще не вечер». В 2013 году фильмография Анищенко пополнилась новой главной ролью в телефильме «Берега моей мечты». Кто не смотрел этот сериал, посмотрите, очень захватывающий и интересный сюжет. Ему доверили сыграть роль Сергея Апраксина, который сразу же смог запомниться и понравиться зрителям. В 2017 году на экраны вышел мелодраматический сериал «Круговорот», в котором он вопротил заметный образ Родиона Козлова. Также талантливого красавца-актера можно увидеть еще в таких фильмах и сериалах, как «Дочки матери», «Афганский призрак», «Жестокий бизнес», «Еще не вечер», «Дикий три», «Цена жизни», «Я приду сама», «Амазонки», «Барвиха», «Вкус граната», «Чоп», «Опекун», «Красавец и чудовище», «Любви-целительная сила», «Маруся», «Тень дракона», «Роза и чертополох», «Первокурсница», «Круговорот» и многие другие. Среди последних работ Алексея Онищенко стоит выделить мелодраму «Когда меня не станет», мини-сериал «Моя сестра лучше» и многосерийный фильм «Заполярный вальс». Тоже очень интересный сериал, кто не видел, советую посмотреть. Замечательный актерский состав и очень интересный сюжет. Что же касается личной жизни, то у Алексея много поклонниц его таланта и творчества, но, несмотря на это, он женат и воспитывает сына. Нужно сказать, что до встречи со своей нынешней супругой Полиной Алексей был еще дважды женат. Со своей первой законной супругой Алексей познакомился еще в студенческие годы. Она была его сокурсницей. Имя первой супруги он не называет и фото с ней также нет. Известно, что этот союз не смог просуществовать и года. Второй супругой Алексея стала красавица-актриса Ольга Никонова, с которой он познакомился во время съемок в телесериале «Жестокий бизнес». В 2007 году пара узаконила свои отношения, но уже через пару лет актеры все-таки разошлись. По какой причине – неизвестно. Известно, что детей у пары не было. В 2015 году Алексей женился на актрисе-каскадере Полине Кутихиной. О подробностях семейной жизни актер рассказывать не любит. Известно, что в этом браке родился долгожданный ребенок, сын, которого назвали очень интересным и необычным именем Свят. В соцсетях есть много фото, где Алексей Онищенко позирует со своим маленьким сыном. Мне, в свою очередь, хочется пожелать этому замечательному актеру счастье в личной жизни, исполнение всех желаний, успехов в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А я всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и свои близкие и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.